Привет, ола, бонжур, гутен так, хеллоу. Всех рада приветствовать на нашей передаче «Погружение в информационную безопасность». Почему я начала с такого приветствия? Потому что сегодняшняя наша передача посвящена трансграничному взаимодействию. О глобализации и цифровизации процессов говорят многие, но за такими общими фразами стоят вполне себе реальные жизненные истории. Например, вы, как и я, обожаете импортные молочные продукты. Встает вопрос, почему не облегчить и не ускорить процедуру ввоза, чтобы молоко попадало на наш стол максимально свежим. И ответ на то, как подойти к этому процессу, дает цифровизация. Однако на сегодняшний день трансграничное электронно-юридически значимое взаимодействие до сих пор не налажено. А причина отсутствия такого взаимодействия объясняется рядом технических и правовых аспектов. И сегодня разобраться в том, какие же это преграды нам помогут наши эксперты. Сергей Анатольевич Кирюшкин, эксперт компании «Газонформсервис», и Алла Александровна Крыжановская, участник экспертной группы Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту. И, уважаемые коллеги, я предлагаю начать нам с небольшого блицопроса. Первый вопрос будет касаться именно трансграничной передачи данных. Сергей Анатольевич, вот как бы вы непрофессионалу, студенту объяснили, что это такое и в чем сложность? Трансграничная передача данных в электронном виде — это все, что есть в интернет. Сервера разбросаны по всему миру, и поэтому, если даже у нас информация с компьютера на компьютер поступает, это, возможно, все равно трансграничная передача данных. А вот когда один электронный документ, сформированный где-то в одной стране, передается через информационную систему в другую страну и должен сохранить свои свойства. Вот это все очень просто, но только на первый взгляд. Почему, в принципе, эта тема актуальна сегодня? Наверное, время. Потому что использование электронных способов передачи информации, любой данных, документов — это экономия времени. А время — это деньги. 200-250 миллиардов долларов в год. Это экономия от того, что страны, которые входят в ЭСКАТ ООН, то есть это Тихоокеанский бассейн, переходит на взаимодействие для осуществления торговых операций с бумаги на электронную форму. Чем проще, чем прозрачней мы сможем применять механизмы взаимного признания для этих документов в сегменте B2B, тем быстрее мы встроимся в мировую торговлю, а такая задача стоит. Насколько развито нормативно-правовое регулирование в этой области и опережаем ли мы соседние страны, либо же отстаем от них в данном направлении. Мы с гордостью можем констатировать этот факт, что сам принцип «трансграничное пространство доверия» продвигается в международных форматах, и в ООНовском, в том числе Российской Федерации. Поэтому мы тут достаточно в авангарде стоим. Площадкой, где все это начало закладываться и формироваться нормативная база, стал Евразийский экономический союз, куда входят наши непосредственные соседи — Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия. Если мы берем национальные законодательства ближайших соседей, входящие в Евразийский экономический союз, то же самое Российская Федерация — это еще только на уровне законопроекта существует. В Белоруссии более продвинутые законодательства на эту тему, там в Киргизии менее продвинутые, в Армении там больше заимствований из европейско-американского законодательства. Но, в общем-то, легального и четкого закрепления этих понятий в национальных законодательствах пока что нет. Вот на сегодня то, что уже затверждено и действует, существует только в Евразийском союзе. Я просто сейчас по-другому взглянул, да. Значит, моя оценка — российское законодательство отстает, а ровно потому что нормы, которые действительно определяют уже конкретные подходы к реализации признания иностранных электронных документов, у нас все-таки четко в законодательстве пока не описано. Но при этом все-таки для того, чтобы работать, в целом нормативка с точки зрения бизнеса, да, достаточно. Алла Александровна, Сергей Анатольевич, спасибо вам большое за ответы на близ вопросы. Мы познакомились с нашими экспертами, познакомились с темой. Тема действительно очень сложная и в то же время действительно интересная, как и большинство международных проектов. И я предлагаю начать наше погружение в эту тематику, поскольку достаточно она специфична, то давайте пойдем так поэтапно, чтобы нашим зрителям действительно стало более понятно и ясно, о чем мы здесь вообще пытаемся беседовать. Теперь предлагаю заглянуть в историю и поговорить о том, когда эта тема появилась в нашей жизни и с чем она связана. В принципе, Сергей Анатольевич, расскажите немного. Я бы поставил точку начала на 1978 году, когда Лорен Конфельдер опубликовал свои бакалаврские тезисы, где впервые ввел понятие сертификата открытого ключа. 1978 год. Когда говорят о истоках электронной коммерции, называют 1979, когда в Великобритании появилось такое понятие, как интернет-магазин. В 1988 вышла первая версия X509 стандарта, которая описывает принципы инфраструктуры открытых ключей. Дальше этот стандарт эволюционировал. Следующим, наверное, таким шагом я бы обозначил 1999 год, когда была принята первая европейская директива о электронной подписи, которая накрывала этим сервисом весь Европейский Союз. Следующая точка – это принятие федерального закона об электронной цифровой подписи. И я бы назвал еще важной вехой в развитии этой проблематики 2005-2006 год, когда в Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» впервые был создан узел международного сотрудничества, который был уже нацелен на обеспечение признания электронных документов с электронной подписью через границу. В 2014 году Россия выступила соинициатором рамочного соглашения о упрощении процедур безбумажной торговли в формате «Эскаталон». В 2016 году рамочное соглашение было принято. В 2014 год он был богат на события в этой области. Наряду с подписанием соглашения о создании Евразийского экономического союза, неотъемлемой частью его является приложение номер 3. И там технологии обеспечения признания, обеспечения доверия юридически значимых документов прописаны уже, в общем-то, практически до уровня технологий. Коллеги, мы с вами говорим о трансграничном юридически значимом электронном взаимодействии. Существует ли несколько различных подходов к обеспечению вот такого трансграничного взаимодействия? Что это за подходы? Или вот это только единственный возможный вариант создавать доверенную третью сторону? Алла Александровна, Сергей Анатольевич. Если говорить о техническом решении, то доверенная третья сторона – это одно из возможных технических решений, и остальных и об этом решении. Сейчас Сергей Анатольевич нам, я уверена, все расскажет и доходчиво объяснит. Если говорить о правовом решении, оно единственное не потому, что оно какое-то конгениальное, а потому что оно разумное и очевидное. Что такое доверенная третья сторона как правовое понятие? Это новый субъект права, которого раньше никогда не было и не существовало, потому что необходимости такой в виде правоотношений, которые надо регулировать, тоже не было. Что это такое? Это субъект права, который уполномочен подтвердить для иностранного использования российскую или какую-то еще национальную подпись. Кроме того, он обладает техническими возможностями для того, чтобы перенаправить документ, созданный на национальной криптографии, в иную юрисдикцию и сделать его там доступным для прочтения и использования. То есть это такой механизм, содержащий в себе юридические, организационные и технические решения, подтверждающие национальный электронный документ с национальной электронной подписью для юридически значимого использования в иностранной юрисдикции. То есть до предъявления там в судебные, в государственные, в налоговые и любые другие инстанции. Если это будет просто техническое решение, если не будет специального субъекта, который будет наделен законодателем подобными полномочиями, мы не решаем проблему единого регулирования. Тогда все равно это техническое решение надо будет вплетать в какие-то договорные отношения двух конкретных юридических лиц. Когда существует государственное решение, то отношения двух конкретных юридических лиц значительно упрощаются. Ну точно так же, если говорить об аналогиях, подобные решения существовали всегда для бумажного делопроизводства. Это, например, нотариус, специальный всем известный институт, который своим авторитетом и всем своим имуществом отвечает за те сделки, которые подтверждает. Для международного взаимодействия это был институт легализации или упрощенная его форма апостиль, который тоже позволял государственные документы, произведенные в одной стране, предъявить в другой стране. Это ДТС, это аналог вот этих институтов, но в цифровую эпоху, в информационном обществе. Это не их следующая ступень развития, это не автоматизированный нотариат или автоматизированная легализация. Это новый субъект, выполняющий аналогичную функцию. А теперь я передаю слово своему коллеге-инженеру. Алла Александровна сказала, вы расскажете технику. Ну, значит, я расскажу. Ждем от вас технику. Раз Алла Александровна сказала, значит, расскажу. Порядка 90 стран мира на сегодня в рамках своего законодательства для обеспечения юридической силы электронных документов применяют электронную цифровую подпись. То есть Digital Signature, цифровая подпись, основанная на технологии инфраструктуры открытых ключей. Следует говорить о механизме взаимопризнания, которые реализованы на основе инфраструктуры открытых ключей. И самый простой из них – это общий единый домен доверия. Когда в Азиатско-Тихоокеанском регионе эксперты обсуждают эту тематику, всегда приводится опыт АСИАН, которые очень хорошо продвинулись в безбумажной торговле. Это блок, который ограничивается как раз этим регионом Азиатско-Тихоокеанским. И там у них очень просто, там у них единый домен доверия. Поэтому не нужны никакие дополнительные технологические решения, все доверяют всем. Да, это подход номер один. Подход номер два – это старая добрая кросс-сертификация, когда удостоверяющие центры, которые могут работать в разных юрисдикциях, напрямую начинают доверять друг другу. Понятно, что это схема работающая, но маломасштабируемая. Потому что когда нам нужно хотя бы в масштабах Евразийского экономического союза реализовать схему, получается очень многомерная модель. И нужно искать что-то иное. И вот здесь третий популярный, известный и хорошо масштабируемый механизм доверенной третьей стороны. Причем мы доверенной третьей стороной называем сервис валидации. Сервис валидации электронной подписи. Validation Authority, как он упомянут в международном стандарте X842. Этот сервис позволяет как раз выделить и основан на том, что выделяется специализированный оператор, который независимо от того, на основе какого удостоверяющего центра, какого домена доверия, каких политик сертификатов и даже какого законодательства изготовлен сертификат и применен для подписания электронного документа, реализует модель доверия к этому сертификату. Подчеркну особенно, что в том числе и независимо от того, какие политики сертификата применены, ДТС и в этом случае позволит определить доверие целиком или ограниченное какое-то доверие к электронной подписи такого документа. Поэтому я бы так сказал, отвечая коротко на ваш вопрос. Доверенная третья сторона – это самый универсальный и масштабируемый механизм обеспечения взаимного признания к электронным юридически значимым документам. Но он далеко не единственный. Коллеги, спасибо большое. Мы благодаря вашим комментариям прониклись и историей вопроса, и ознакомились с современными аспектами его. И я предлагаю нам погружаться в практические стороны этого вопроса. Давайте теперь взглянем на реальное положение дел. Какое количество организаций сегодня у нас в Российской Федерации могут взять на себя роль доверенной третьей стороны? Сергей Анатольевич. Если мы под сервисом доверенной третьей стороны понимаем именно эту услугу, проверки электронной подписи, должен каждый удостоверяющий центр оказывать. Или может ее оказывать в зависимости от того, есть ли у него такие технические, технологические решения на вооружении. Что касается другого взгляда на этот вопрос, то, наверное, я тут разделю точку зрения разработчиков законопроекта, которые существенно подняли планку требований к финансовым гарантиям, которые может предоставить такой оператор своим клиентам. На памяти две цифры, это полтора миллиарда и миллиард рублей собственных финансовых средств у оператора доверенной третьей стороны. Такие требования будут предъявляться. Ну, по оценкам Ассоциации Росеу, этот порог сможет перешагнуть около десяти существующих на сегодня удостоверяющих центров. Будет ли это требование сохранено в редакции, которая будет принята, редакции законопроекта и поправках на эту тему, время покажет. На сегодня реально эту услугу предоставляет на широком рынке, по нашим данным, два удостоверяющих центра. Спасибо за содержательные ответы. И теперь нам с вами предстоит погрузиться в самую пучину и ответить на самые интересные и животрепещущие вопросы. Предлагаю поговорить о том, каким образом происходит сам процесс трансграничной передачи данных. И я думаю, что в этом вопросе нам с технической точки зрения более подробно сможет рассказать Сергей Анатольевич. А Алла Александровна уже с позиции юриста более подробно осветит именно нормативно-правовую составляющую. Сергей Анатольевич. Проблема возникает тогда, когда подписан электронный документ при помощи электронной подписи в одной юрисдикции, а проверяется в другой юрисдикции. И в самом сложном случае отправители-получатель используют криптографические средства для электронной подписи, которые несовместимы навстречу друг другу. Если представить себе, что такой документ все-таки поступил уже в информационную систему, на компьютер получателя, то его программное обеспечение, если оно умное и умеет справляться с такими ситуациями, отловит ее и должно обработать этот вызов таким образом, чтобы за проверкой электронной подписи обратиться к оператору, который такую подпись проверять умеет. Этот оператор, этот сервис работает, ну скажем так, в облаке, работает в интернете. К нему обращается программное обеспечение нашего получателя такого электронного документа. Этот оператор имеет или внутри себя выстроенную модель доверия к сертификатам, того удостоверяющего центра, который был использован отправителем для выдачи сертификата. Имеет внутри себя набор СКЗИ, который используется в тех информационных системах, которые обслуживает этот оператор доверия на третьей стороны, или сервис валидации. Имеет основание оценивать правовое поле, то есть условия использования сертификата тогда, когда документ был подписан. Я сразу хочу оговориться, что это достаточно сложные условия, да, иметь криптографию, доверять удостоверяющему центру издателя, еще и правовому полю издателя тоже доверять. Поэтому этот оператор, ну в редком случае, будет один. Скорее всего, это будет национальный оператор стороны получателя. Который отмаршрутизирует этот запрос своему партнеру в страну происхождения электронного документа. Чтобы, по крайней мере, правовое поле проверялось там. Но когда-то мы доходим до узла, который умеет проверять и в рамках этого правового поля, и в рамках этого домена доверия, инфраструктуры открытых ключей, и с использованием этого средства электронной подписи, этих криптографических алгоритмов. Он осуществляет эти проверки и на основании результатов проверки выдает квитанцию. Результат проверки, который зафиксирован в этой квитанции, подписывает ее своей электронной подписью. И конечному пользователю, который, собственно, обратился, который, условно, со смартфона пытался проверить чужую электронную подпись, приходит квитанция, подписанная электронной подписью его доверенного оператора сервиса валидации, сервиса ДТС на основе криптографии, которая ему понятна, которая воспринимается его программным обеспечением, и подписана оператором ДТС, который таким образом берет на себя ответственность за результат проверки. Алла Александровна, как у нас тот процесс в плане нормативно-правовой базы сопровождается? И вообще сопровождается ли сегодня? Конечно, сопровождается вот этот институт доверенной третьей стороны. Там будет еще много всего, помимо того, что мы сейчас делаем. И, естественно, не только подтверждение электронной подписи национальной будет задачей этого института. Комплексное подтверждение юридической силы электронного документа страны происхождения. Там будет много сервисов, и часть из них будет чисто правовыми. И, с другой стороны, если я буду рассуждать как потребитель этого сервиса, что мне, собственно говоря, нужно? Мне нужно иметь документ, в юридической силе которого я буду там максимально уверена. Я должна понимать, что у меня этот документ примет любой суд, любой государственный орган, и я могу себя спокойно чувствовать, чтобы у доверенной третьей стороны, какая бы она ни была в итоге сформирована законодателем, был правовой статус на право осуществления, валидации, подтверждения юридической силы электронного документа страны происхождения. Чтобы документ, квитанция, свидетельство, или как она там будет названа, выдаваемая этой структурой, в подтверждение, принималось любыми государственными, судебными и иными правоохранительными органами. В течение этого погружения мы узнали о том, как регулируется трансграничное электронное юридически значимое взаимодействие. Мы пришли к выводу о том, что институт доверенной третьей стороны находится сегодня лишь на стадии формирования. Насколько этот процесс будет оперативен, быстро и эффективен, зависит от совместных действий бизнеса и регулятора, а также от деятельности нашего экспертного сообщества. И, конечно же, институт доверенной третьей стороны является важной составляющей на пути создания цифровой экономики России. Коллеги, ну и такое небольшое резюме. Давайте так сформулируем основные трудности с технической точки зрения в развитии этого направления и с юридической точки зрения. С технической точки зрения трудностей нет. Есть задачи понятного уровня сложности. Первое – это все-таки реализовать проверку всей цепочки, всех параметров, сертификатов. Таким образом, чтобы реализовать эквивалентный уровень надежности, который устроят обе стороны. И второе – это, конечно же, встраивание этих сервисов, правильное встраивание этих сервисов в прикладные системы, в систему электронного документа оборота, в информационные системы в самом широком смысле этого слова. Я думаю, что вот эти две сложности технические, они не более чем просто то, о чем надо помнить. К организационным проблемам я бы отнес то, что, к сожалению, на сегодня на уровне органов государственной власти единого мнения, единого подхода нет. Мы недавно вывели два признака успешности таких проектов. Первый – это заинтересован в таком решении должен реальный бизнес. То есть он должен понимать, что ему это нужно, ему это выгодно стремиться к этому. И второе – этот проект должен проходить с обязательным участием органов власти, в интересах которых эти документы формируются. И вот в российско-белорусских пилотных проектах у нас эти условия соблюдены. Да, помню, потому что я-то как раз полагаю, что, к сожалению, тормозом развития трансграничного пространства доверия и института доверия на третьей страны является как раз вереспруденция. Тем не менее, проделана большая работа, результаты есть и наличие законопроекта в России, где уже эти институты определены, прописаны и неким образом уже начали детализироваться. Я считаю прекрасным результатом, и я уверена, что мы в полушаге от старта системы этих институтов и начала реализации трансграничного электронного взаимодействия и еще большего объединения мира, которое началось с появлением интернета. Если я буду рассуждать как классический юрист, я буду копаться в римском праве, я буду вспоминать правовые принципы и еще опираться на принятое законодательство. И я не приду ни к какому результату. Но это все равно, что исследовать перемещение лошади, чтобы организовать движение автомобилей в большом городе. Приходится мысли творчески и применять старинные, очень консервативные правовые институты совершенно к новым видам правоотношений, которых никогда не было, и аналогам которых нет в истории, нам известной истории человечества, ни по скорости, ни по объему, ни по рискам, порождаемым этим новым правоотношением. Таким образом, на корпоративном уровне было найдено решение, которое называется «Доверенная третья сторона». А вот на это техническое решение, которое уже формировалось вместе с юристами, потом начинает нанизываться уже классическая правовая конструкция, которая обеспечит легитимность этого механизма. Коллеги, большое спасибо, что сегодня вы совершили это погружение вместе с нами и помогли разобраться в такой непростой и в то же время интересной теме. Большое спасибо. Благодарим за приглашение. Надеемся, что время, проведенное в нашей компании, прошло для вас полезно, интересно, и вы нашли ответы на интересующие вас вопросы. Мы будем ждать вас с нетерпением в следующих выпусках нашей передачи «Погружение в информационную безопасность». Ставьте лайки, подписывайтесь на BizTV и до новых встреч. Всем пока!